Доброе утро! На календаре 25 января, четверг. А это значит, что мы приближаемся к концу рабочей недели. Впереди нас ждут радость от встреч, теплое время в кругу семьи и, конечно же, интересные события. Вас приветствует телеканал «Беларусь-4 Брест». Программа «Утренний эспрессо» и ведущая Ксения Цинская. Илья Дробыш. Ну что же, встречаемся после анонса. Сегодня в «Утреннем эспрессо» информационному флагману Березовского района газете «Маяк» 80 лет. Поздравляем! И узнаем из рубрики «Обзор прессы», о чем еще пишут газеты нашего региона. Какими навыками должен обладать настоящий защитник и как проходит подготовка учащихся в Брестском колледже транспорта и сервиса. Узнаем в сюжете. Как сделать свое утро еще прекраснее. Конечно, с рубрикой «Красивое утро». С добрым утром, Брест! Желаю, чтобы ваши будни были насыщены радостью, позитивом и любовью. Доброе утро, Брест! Я желаю вам ярких эмоций, хорошего настроения и только позитивных дней в этой жизни. С добрым утром, Брест! Всем хорошего дня! Доброе утро, Брест! Желаю всего самого наилучшего вам в течение сегодняшнего дня. С добрым утром, Брест! С вами программа «Утренние эспрессо». Мы продолжаем дериться актуальной информацией. В Беларуси стартует республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут». Проект будет реализован в период с 25 января по 9 февраля во всех областях Беларуси. Бойцы отрядов «Зимнего маршрута» посетят 20 районов страны, куда выйдут 8 сводных студенческих отрядов «Зимнего маршрута». В составе 168 бойцов. В рамках программы участники проекта организуют с учащимися сельских школ занятия по профориентации, познакомят ребят с возможностями атомной энергетики в Беларуси, расскажут о направлениях деятельности Беларусского республиканского союза молодежи и, конечно, о белорусских студенческих отрядах. В первом регионе акции пройдут в Брестском, Березовском, Жабенковском, Кабинетском, Кобринском и Малорицком районах. Будем вместе следить за новостями. А сейчас предлагаю узнать прогноз погоды. Далее в утреннем эсперсо. Далее в утреннем эсперсо. Далее в утреннем эсперсо. Доброе утро, дорогие телезрители. На календаре 25 января. А это значит, что сегодня Татьянин день, а еще отмечается День студента. И творческая группа утреннего эсперсо спешит поздравить вас с этим праздником. Ну, конечно же. И желаем вам новых знаний, интересных увлечений, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми. А все накопленные знания и энтузиазм приведут вас к престижной профессии. Предлагаю узнать, чем же еще вошел в историю День сегодняшний. Далее рубрика День в истории. Сегодня 25 января. И вот какими событиями ознаменован День сегодняшний. Всемирно признанный свадебный марш Феликса Мендельсона Бертольдем был написан в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь» и большой известности тогда не получил. Но через 15 лет, 25 января 1858 года, английская принцесса Виктория Адельгейт после своего брата-сочетания выходила из церкви под торжествующие звуки свадебного марша. 25 января 1903 года в имении Копшова Гродненского уезда родилась Любовь Мозалевская. Режиссер, актриса и педагог. Заслуженный деятель искусств. Работала в театрах Якуба Колоса и Янки Купалы на киностудии «Советская Беларусь». Организатор и главный режиссер Белорусского республиканского театра юного зрителя, в формировании которого сыграла важную роль. 25 января 1933 года родился Михаил Пирогов, заслуженный архитектор. Работал главным архитектором института «Белгоспроект». Основные работы – интерьер театра драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича в Бобруйске, в Минске – станции метро «Академия наук» и площадь Якуба Колоса, а также дворец республики. 25 января 1947 года родился Владимир Ткачев, художник, автор губелина «Музыка» в Белгоспелармонии, витражей «Песни Беларуси» и «Фуры года» в Белорусском республиканском театре юного зрителя, с танковых работ «Алегория лета», «Поле», «Памяти погибших». 25 января 1951 года в Минске родился Дмитрий Герасченко, белорусский архитектор. Среди работ в Минске парк «60-летие октября», водоохранная зона Слепянской водной системы и семь скверов вдоль нее. Восстановление и реконструкция парка Несвежского дворцово-паркового комплекса XVI-XVIII веков. Доброе утро, с вами «Утренний эспрессо» и мы продолжаем делиться занимательной информацией. Что расскажешь? Так, сейчас, сейчас. Вот, оказывается, каждому дню недели соответствует определенная планета. Так, сегодня четверг. Рассказываю. Юпитер – покровитель четверга. Возможно, четверг – самый благоприятный день недели, поскольку Юпитер – планета щедрая. И что же рекомендуется делать в четверг? Ну, тоже рассказываю. Проявлять качество, столь важное для Юпитера – быть добрыми, сердечными и щедрыми. Активная деятельность и высокие стремления приведут нас к успеху. Еще больше информации о дне сегодняшнем узнаем у Луны в эфире «Утренний эспрессо» «Лунный календарь». Фаза Луны – вторая четверть, полнолуние. Символ дня – слон. В этот день легко поддаться бредовым идеям. Есть опасность вязаться в авантюру. Сегодня – один из дней обольщения. Следует подавлять боязнь и страх. Нельзя бездельничать. Это день внутреннего стресса. В рабочих связях и личных отношениях возможно проявление зависти, ревности, обиды. Для рожденных в этот день характерна цепкость, хватка. Любое дело доводится ими до конца. В центре всех забот должен быть позвоночник. Желательно проводить с ним укрепляющие и оздоровительные процедуры. Полезно исключить из употребления мясную пищу. Хороший день для работы в хранилище. Можно выбрать спелые яблоки и груши зимнего созревания. Важно выбросить пораженные гнилью плоды. Сохраняйте внутреннее спокойствие. Проявляйте собранность, непоколебимость. Старайтесь избегать многолетных мероприятий. Настала временная отепель, но надо признать, погода порадовала первый регион снегом, давая нам возможность устраивать по-настоящему зимние мероприятия. Сегодня заключительный день областных соревнований на лыжероллерной трассе агрогородка «Мир» в Барановичском районе. Они проводятся среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба. В состязаниях принимает участие 19 команд из всех 16 районов области, а также из Бреста, Барановича и Пинска. Соревнования традиционно проводятся в трех возрастных группах. Ждем результатов, дорогие телезрители, и следим за нашими спортсменами. А программа «Утреннее эспрессо» на волне спорта и красоты движется далее. Утренний фитнес в программе. Доброе утро! Меня зовут Татьяна. И сегодня мы с вами будем разминать наши плечи и лопатки. Для этого мы переберемся на четверинки, но для начала мы немножко разомнем запястье. Сжимаем и разжимаем пальчики в кулачки, прям сильно сжимаем и сильно выбрасываем пальцы. Несколько раз. Затем большие пальцы прячем вовнутрь кулаков и делаем вращение запястьями. В одну сторону, в другую. Хорошо. Если ваши запястья очень чувствительные, можете еще их растереть. Вот так, как будто бы манжетой. В одну, в другую руку. Дальше мы идем на четверинки. Перебираемся. И ставим руки на шину плеч, а вот ноги можно поставить чуть шире, чем ваши бедры. В спине не проваливаемся, плечами не зажимаем шею. Отведите плечи назад и поднимите спину, как бы параллельно полу. Но не скругляйтесь, вытянитесь. Правую руку спрячьте за спиной. И здесь мы на вдохе разворачиваемся за правым плечом наверх. Таз не падает назад, мы остаемся на месте. Вдох. А на выдохе плечом идем вниз. При этом опорный локоть остается прямым. Мы его не сгибаем. Вдох. Наверх. Выдох. Вниз. И вокруг опорного плеча мы с вами совершаем хорошее вращение. Вдох. Выдох. Опорный локоть не сгибается. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Девять. Еще разочек. Десять. Меняем руки. Уводим руку за спину. И точно так же на вдохе разворачиваемся наверх. Не роняем таз назад. И на выдохе идем вниз. Опорная рука. Локти не подверг. Вдох. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Последний разочек остался. И десять. Отлично. Сидите на свои пяточки. Вытянитесь руками вперед. Хорошенечко растянитесь. И если все хорошо. Если чувствуете, что вы дальше можете продолжать вытягиваться и прогибаться. Тогда скользните руками дальше вперед. Поднимая таз. И опустите грудную клетку на коврик. Не страшно, если грудная клетка останется подвешена. Растянитесь хорошенечко в лопаточках и в грудной клетке. Сделайте здесь два-три вдоха-выдоха. И затем, опираясь на локти, на них накатитесь. Два-три шажочка локтями назад. Аккуратно собираемся. Усаживаемся в удобное положение. На этом все. Я желаю вам хорошего дня. Спасибо за компанию. До новых встреч. Доброе утро. С вами Утренний Эспрессо. И настало время для серьезных разговоров. Приведем вам статистические данные. Количество образующихся отходов на одного жителя Брестской области составляет около 400 килограммов. Как обстоят дела с ситуацией утилизации отходов в Брестской области? Совершенствуют ли систему сбора и переработки отходов? И как мы, брещане, можем помочь нашей природе прибегая к системе раздельного сбора отходов? Об этом и не только расскажет нам гость программы. Сергей Шелинчук, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Скажите, пожалуйста, расскажите нам, что делается в Брестской области для сохранения нашей уникальной природы? Ну, уже как отмечалось, природа Брещена уникальна. И она выделяется в отношении других регионов Республики Беларусь. Более 15% территории области занято особо охраняемыми природными территориями. В Республике такой показатель составляет чуть более 9%. То есть этот показатель все время увеличивается. На территории нашей области расположен уникальный такой объект Беларская пуща. Национальный парк. Три биосферных резервата. Из них два трансграничных биосферных резервата. И более 190 особо охраняемых природных территорий. Десять природных территорий области имеют статус, международный статус, авансанских угодий. Это территория важная для жизни и сезонных миграций птицы в европейском масштабе. То есть особо необходимо отметить сохранность на территории области водноболотных угодий. У нас в области болотами занято более 300 тысяч гектаров. Из них 160 тысяч гектаров водноболотных угодий охраняется государством. То есть имеют охранный статус. На территории области существуют опыты и международного масштаба, и республиканского, и регионального опыты особо охраняемых природных территорий. Местный совет депутатов, то есть областной совет депутатов, уполномочен законодательством на утверждение схемы регионального смещения особо охраняемых природных территорий. То есть предыдущая схема, которая действовала с 2013 года, она прекратила свои действия. То есть в декабре прошлого года решением сессии областного совета депутатов принята новая региональная схема, которая внесена на рассмотрение областным комитетом. Ну, уже можно говорить о том, проделанном за десятилетие работе. То есть за последние 10 лет в области объявлено 6 заказников местного значения и 64 памятника природы. Преобразовано 18 заказников местного значения и 36 памятников природы. В целом площадь особо охраняемых природных территорий местного значения увеличилась с 45 тысяч гектаров до 61 тысячи гектаров. То есть достаточно большой показатель, на 35% увеличилась. Что планируется в следующем десятилетии? То есть утверждена уже, я говорил, как региональная схема размещения ОПТ местного значения на период до 33 года. И в соответствии с ней площадь ОПТ планируется увеличить на 15 тысяч гектаров. Планируется объявление четырех и преобразование 17 заказников местного значения. Объявление пяти и преобразование 35 памятников местного значения. Ну вот, для, конечно, сохранения биоразнообразия, для сохранения места обитания диких животных, природных ландшафтов, создание ОПТ – это наиболее эффективная форма охраны, которая признана во всем мире. В Бресте функционирует самый современный мусороперерабатывающий завод, аналога которому нет в стране. Какие работы проводятся? Значит, ну, если говорить о работе Брестского мусороперерабатывающего завода, действительно, это предприятие, которое уже функционирует с 2010 года, успешно функционирует. Оно построено по, скажем, первое такое предприятие в республике, которое создавалось по международным стандартам, с применением там новейших технологий, оборудования. Иностранного производства. Оно позволяет это предприятие перерабатывать 100 тысяч тонн отходов, твердых коммунальных отходов и 100 тысяч тонн такого отхода, как избыточный активный ел и осадки, которые образуются в результате деятельности очистных сооружений города Бреста. То есть, при результате переработки отходов, органическая часть отходов перерабатывается с получением биораза, который в последующем сжигается, и с получением тепловой и электрической энергии. То есть, кроме того, что извлекаются вторичные материальные ресурсы, то есть и органическая часть практически полностью используется. То есть, и показатели производственные и экономические показатели, они очень высокие на уровне других предприятий, аналогичных республик, он выделяется. То есть, в 2016 году предприятие было модернизировано, внедрена современнейшая тоже системы оптические и механические системы, пневматические системы разделения отходов автоматические, которые работают в автоматическом режиме. То есть, внедряются современные тоже предприятия, методы обращения с отходами. То есть, это касается и раздельного сбора отходов, оборудования контейнеров, соответствующим европейским стандартам, заглубленных контейнеров. То есть, все жители Бреста видят, насколько улучшилась в целом система обращения с отходами. Собирается органическая часть коммунальных отходов, которая образуется в частном секторе. То есть, есть площадки, где население может вывести отходы крупнокабаритные отходы, растительные отходы, древесные отходы, принимаются на переработку. То есть, фактически, показатели в городе Бреста извлечения ВМР, они самые высокие из всех регионов нашей области и в целом и в республике на передовых позициях находится Брестский регион. В настоящее время Брестский высокопередающий завод принимает отходы, которые образуются в городе Бресте, Брестском, Каменецком и Жабенковском районах. Планируется в ближайшие годы также после заполнения полигона ТКО в Малорите и принимать на переработку отходы, образующиеся и в Малоритском районе. Модернизировано полигон ТКО в прошлом году, построены две новые карты для захоронения отходов. То есть, постоянно совершенствуется работа этого предприятия. Есть ряд проектов, которые связаны с переработкой загрязненного пластика, которые планируются переработать с дальнейшим увеличением переработки органической части производственных отходов. То есть, предприятие тоже принимает широкий спектр отходов органических от субъектов хозяйствования, которые тоже перерабатываются на биогазовых установках с получением тепловой и электрической энергии. Но вот как жители нашего региона могут принять участие в этом общем деле? Если говорить в целом о улучшении показателей по извлечению вторичных материальных ресурсов. То есть, у нас амбициозные такие задачи стоят в стране до 2025 года обеспечить извлечение 60% вторичных материальных ресурсов из состава образующихся отходов. Без качественно-раздельного сбора отходов, без вовлечения в оборот органической части коммунальных отходов. Эти достичь показатели невозможны. То есть, что мы можем каждый у себя сделать? То есть, у каждого во дворе фактически есть у нас возможность у всех горожан разделить отходы по видам. То есть, качественно разделяя отходы по видам, мы повышаем соответственно и, то есть, во-первых, при смешении отходов. Они загрязняются и часть отходов просто происходит в негодность и в последующем их уже невозможно использовать. То есть, разделяя отходы по видам, мы существенным образом получаем показатели по извлечению ВМР. Ну и таким образом и уменьшаем, скажем, расходы, которые несет государство в последующем на обращение с этими отходами. То есть, их сортировку, захоронение и, соответственно, окружающую среду сохраняем. То есть, не просто так существует разделение расходов, да? То есть, стоят эти баки, это очень важно разделять? Безусловно, разделение отходов – это самый эффективный способ их сортировки. То есть, ни одно сортирующее предприятие так эффективно не может разделить, чем вторичные материальные ресурсы, чем разделение их в местах образования фактически. А как дела обстоят с опасными отходами? Если говорить о отходах образующегося населения, то у нас образуются такие отходы, как из опасных отходов – это элементы питания, то есть, вышедшие из строя, они являются опасными. А вот тут содержащие лампы, сложная бытовая техника. У нас в области создана система обращения с такими отходами. Если говорить о ртутосодержащих приборах и оборудовании, то есть, в первую очередь, это лампы ртутосодержащие, то у нас два предприятия в области перерабатывают эти отходы и собирают. Это предприятие «Экология-121» в Кобринском районе и Брестко-электроламповый завод. У них есть установки по обезвреживанию ртутосодержащих отходов. Система сбора у нас налажена, и больше 100 тысяч, вот в прошлом году, больше 100 тысяч, почти 120 тысяч ламп собраны от населения. Тоже касается, значит, элементов питания. У нас более 400 точек, где можно в области, где можно от населения бесплатно совершенно сдать на переработку, то есть, поместить в специальные контейнера для сбора вот этих отходов. То есть, мы говорим про батарейки, аккумуляторы? Аккумуляторы, батарейки, все, что касается элементами питания, есть в Минской области предприятия, которые перерабатывают такие виды отходов. Кроме того, в настоящее время поэтапно внедряется система, есть такие уже у нас первые места, где возможно собирать от населения медицинские отходы. То есть, медпрепараты, которые непригодны к дальнейшему использованию. Сложная бытовая техника собирается тоже у нас рядом предприятий. Ну, в целом, система заготовительных пунктов в МР, где вторичные материальные ресурсы можно, в первую очередь, стационарные практически во всех магазинах, допустим, системы потребно-кооперации, можно сдать вторичные материальные ресурсы. И, кроме этого, есть передвижные заготовительные пункты, которые тоже работают с населением по заявкам. Ну, это касается тоже сложной бытовой техники по заявкам населения. То есть, могут приехать просто домой, забрать по звонку, забрать и еще какие-то деньги заплатить за вышедшие из строя. Сложная бытовая техника, которая перерабатывает предприятие Брест-ВТИ. Это здорово. А вот, кстати, Новый год прошел. А елочки, которые нас радовали весь этот Новый год, сейчас уже осыпались, и часто можно найти именно на пунктах перерабатывания эти елочки. Какая у них судьба вообще? Да, мы видим, конечно, после Нового года на контейнерных площадках, вблизи их, елки. Брестским месопроводящим заводом в этом году они определили единые дни, когда они по всему городу собирали елки. Это 15-22 января. Ну и, в принципе, сейчас есть такая возможность, разместив их на контейнерных площадках, в последующем эти елочки будут извлечены, отдельно собраны и переработаны в последующем в биотопливо, то есть в ЩИПУ. То есть в Бресте, если говорить, тоже есть крупное предприятие, когда-то создано с использованием средств минеральной технической помощи, достаточно большая сумма, там больше 600 тысяч евро было потрачено на приблизительное оборудование, мобильная установка, дробильная, там других механизмов и оборудования для переработки древесных отходов, в том числе загрязненным. То есть в ЩИПУ, в топливо можно перерабатывать и любые древесные фактические отходы, в том числе загрязненные песком, пни, весь спектр фактически древесных отходов, мощность, достаточно большая оборудование, 50 тысяч метров кубических в год, то есть на норме предприятия городского коммунальника на балансе находятся, есть площадки тоже сбора, то есть собираются и от населения, и от предприятий, субъектов хозяйства не оказываются услуги по переработке этих отходов. В последующем они перерабатываются, вот эта загрязненная, даже древесина перерабатывается с получением биотоплива, который сжигается в котельной для получения тепловой и электрической энергии. Сергей Викентьевич, обратитесь, пожалуйста, к телезрителям нашего первого региона. Конечно, в Новом году хотелось пожелать всем зрителям счастья, здоровья, чтобы все у них получалось, но, конечно, такое пожелание помнить, что мы часть живой природы, что мы должны заботиться о ней, к окружающей мире, относиться друг к другу хорошо и к окружающей живой природе, максимально сохраняя природные ресурсы и внося в свой вклад в охрану окружающей среды. Благодарим искренне за то, что это утро вы провели в компании «Утреннего эспрессо» и говорим вам до встречи. Спасибо. Спасибо вам. Напоминаем, в гостях «Утреннего эспрессо» был гость Сергей Шеленчук, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Мы обсуждали крайне важную тему – вопросы охраны окружающей среды. И помните, каждый из нас может присоединиться и оказать помощь в этом важном деле, как минимум бросив пластиковую бутылку в желтый контейнер. Вместе у нас все получится. Программа «Утреннего эспрессо» движется далее. Встречайте Богдана Завируху на телеканале «Беларусь-4 Брест». Здравствуйте, мои прилежные, в науку погруженные. 25 января настоятельно рекомендуется не заплывать за академические буйки, а шумно и весело отмечать День студента. Зачетный нейропрогноз на четверг без письменных заданий и дополнительных вопросов. В городах Каменец и Малорита днем плюс 4 возможен дождь. В Барановичах и Березе ожидается снег с дождем, плюс 3, плюс 4, преимущественно облачно. В большинстве учебных заведений зимняя сессия закончена, а значит слезы уже пролиты, шпаргалки изъяты, а конспекты отправлены подпирать шатающийся стол. Долгожданные каникулы обещают сладкий сон, мамины пирожки и активный серфинг по просторам интернета. Мозговая деятельность на две недели ограничится запоминанием дороги к холодильнику. В Ивацевичах и Пинске плюс 4 и снег с дождем, в Кобрине и Лунинце высокая вероятность дождя, плюс 4 – пасмурно. Бедолаги с хвостами наверняка воспользуются тем, что зачетка все еще на руках, терпеливо дождутся полночи, откроют форточку и, не жалея связок, будут звать госпожу удачу и умолять исправить неудно что-нибудь более проходное и приличное. Дело, конечно, нужное и полезное, но не стоит забывать известную университетскую мудрость, на халяву надейся, а сапромат все-таки подучий. В ружанах днем ожидается снег с дождем, плюс 4 – в Столине, Драгичине и Бресте, плюс 3, плюс 4 – пасмурно и дождливо. Традиция требует, чтобы в этот день те, в чьих руках находятся будущие науки, ненадолго освободили их и подняли кружку за силу знаний и мощь прогресса. Я, как метеоботаник, с удовольствием поддержу этот тост. Путь к диплому кажется долгим и термистым, но и он однажды будет пройден. А там уж кандидатская или чем Эйнштейн не шутит, докторская степень. С вами был Богдан Завируха. Жизнь сама по себе не простой экзамен, так пусть вам выпадет счастливый билет. Берегите себя. Увидимся. Доброе утро, дорогие телезрители. Утренний эспрессо движется далее с актуальными новостями. Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социальном и духовном развитии человека. Для каждого мужчины важно уметь защищать себя, свою семью и, если потребуется, родину. Какими навыками должен обладать настоящий защитник и как проходит подготовка учащихся в Брестском колледже транспорта и сервиса, ну что же, я предлагаю узнать об этом прямо сейчас в сюжете наших корреспондентов. Отготовили конспекты, записываем тему занятий. Виталий Сорока большую часть своей жизни посвятил армии. Много лет брещанин нес службу в одном из сложнейшим подразделений – спецназ. Сейчас подполковник учит быть настоящими защитниками и прививает дух патриотизма учащимся в Брестском колледже транспорта и сервиса. Работа по военно-патриотическому воспитанию в колледже спланирована и проводится соответствующая с общеобразовательными требованиями. Одни из них таких требований – это программа по проведению занятий подопризывной подготовки. Непосредственно для проведения занятий часто в организованном взаимодействии с военскими частями и подразделениями Брестского гарнизона приглашаются военнослужащие не только с 38-й бригады, но и с 101-й стартилийской бригады, подразделения внутренних войск, МВД и подразделения пограничных войск. Они непосредственно рассказывают, показывают молодежи, ребятам то вооружение, технику, которая стоит на вооружении Белорусской армии. Учащийся Максим Корень является старостой и активистом военно-патриотического движения в колледже. Юноша считает, что своей хорошей физической подготовке обязан именно занятиям под руководством Виталия Семеновича. Планы на жизнь у парня четко сформированы – служить в органах. Мы тренируемся стать лучше для обороны семьи, своих друзей, родственников и так далее. И что я могу сказать по поводу армии? Тут, конечно, нас тренируют, да, с этим я согласен, хорошо тренируют, уже умеем стрелять, правильно передвигаться на позициях, узнаем, как правильно копать окопы. Я планирую пойти по контракту в департамент охраны. И поэтому, кто желает, из нашей группы, допустим, есть ребята, которые реально хотят занять военным делом. То есть они прямо на кружок ходят, они активно занимаются, ходят в военно-патриотические кружки, в защиту центра и готовы стать специалистами армии. Особый интерес у ребят вызывают занятия, на которых непосредственно можно пообщаться с действующими военнослужащими. Посмотреть, потрогать спецодежду и оборудование, перенять их опыт. Так, накануне занятия по военно-патриотической подготовке в колледже посетили военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, которые познакомили учащихся с тактико-техническими характеристиками МИН, показали экипировку для разминирования взрывоопасных предметов, а также рассказали про водолазное снаряжение. Подполковник Виталий Сорока считает, что только так можно показать будущим мужчинам, бояться армии не стоит. А навыки, приобретенные на подобных занятиях, пригодятся и тем, кто служить не планирует. Каждый мужчина должен уметь защитить не только свою семью, дом, родину, улицу, ну где малую родину так называемую. Поэтому считаю, по определенным причинам, те ребята, которые могут быть, не попадут в армию, но простым азан военной подготовки он должен быть, знать и обучен. Военно-патриотическое воспитание для нас еще важно в том плане, что большинство наших ребят, это примерно 95%, проходит службу в вооруженных силах. Не каждый колледж может похвастаться таким процентом. Так как вы знаете, что железнодорожные профессии, это сложная комиссия медицинская для поступления в наш колледж, требуется. Тем более на самую популярную профессию нашу, это помощник машиниста тепловоза 7-го разряда. Там, как на космонавта, надо пройти очень много медицинских требований. Военно-патриотическое воспитание позволяет формировать чувство ответственности и патриотизма, что является ценным качеством для развития личности. Несмотря на то, что не все ребята планируют примерить армейские сапоги в будущем, каждый из них должен понимать. Они обязаны быть настоящими защитниками, пусть даже для своих близких. И снова доброе утро. Кстати, как считаешь, кто самый добрый? Ну, я считаю, что самый добрый – это кот Леопольд. Но, по мнению астрологов, в пятерку добряков и простодушных знаков зодиака входят рыбы, рак, стрелец, водолей и лев. Ты не думаешь, что этот рейтинг вот этих представителей какой-то субъективный? Ну, конечно, субъективный. Ну, смотри, давай вот разбираться. Допустим, я дева, да? Я тоже не попала в топ-5 добряков. Но от этого же я не стала злой. Хотя... Главное помнить, что все знаки зодиака могут быть великодушными и добрыми людьми. Дорогие телезрители, желаем вам развивать себе человеческие качества и, как говорят, становиться человеком с большой буквы. Ну, а мы хотим узнать, что же приготовили нам звезды на сегодня. Смотрим «Гороскоп». Гороскоп обещает Овну хорошие новости с раннего утра, что уже поднимет настроение и даст заряд бодрости. Все тревоги и сомнения останутся в прошлом, поэтому лучше займитесь делами. Тельцу можно запросто задавать вопросы, любопытствовать и быть в курсе всего, что происходит вокруг. Цените не только свое, но и время близких людей. Тельца ждет дело, которое давно казалось ему интересным. Гороскоп рекомендует близнецам с оптимизмом смотреть на этот день, чтобы он не наградил их печалями и невзгодами. Любимый человек подарит близнецам вещь, которая давно им снилась. Рак проявит свои природные таланты и заслужит величайшее признание окружающих людей. Это его день, поэтому может позволить себе веселиться и развлекаться. Единственное, что раку нельзя, так это излишеств в еде и напитках. Гороскоп не советует льву терять душевное равновесие, даже если друзья или коллеги будут провоцировать на конфликт. Будьте крепки, а также проявите свои благородные качества. Прогресс ожидается в работе, чему дева несказанно рада. Вас стороной обошли неприятности, поэтому можно рассчитывать на дальнейшие перспективы. От вечера не ждите романтики. Гороскоп советует весам быть любезным и корректным с родными людьми. В процессе разговора не переходите на личности. Весам не следует принимать близко к сердцу то, что говорит избранник. Скорпион любую критику в свой адрес будет принимать в штыки. Даже невинные замечания выведут его из себя, что чревато неприятностями. Учтите, что спокойствие никто не нарушит, если сами этого не позволите. Гороскоп советует стрельцу осторожнее вести себя не только за рулем автомобиля, но и в быту. В любви не стоит переступать границу, иначе возможен скандал. Козерогу нужно хладнокровно разобраться во всем, что творится в его жизни. Нужно сделать акцент только на том, что для вас действительно важно. Эмоции держите под контролем, иначе они выплеснутся в самый неподходящий момент. Гороскоп предсказывает водолею день мечтаний и душевных метаний. Все это помешает ему заниматься текущими делами, решать насущные проблемы в личной жизни. Рыбы должны стремиться к равновесию, чтобы не усугубить ситуацию в рабочей сфере. Не нужно слепо следовать советам родственников, даже если опыт у них богаче вашего. Вот, Ксюша, за что ты любишь свою работу? В частности, за то, что во всеуслышание можно поздравлять людей с событиями, праздниками, с днями рождения. Так, и кого мы сегодня будем поздравлять? Рассказываю. Газета «Маяк» встречает свое 80-летие. На сегодняшний день «Маяк» и интернет-ресурсы «Береза.бай» стали настоящим информационным флагманом Березовского района. Их читают десятки тысяч человек. О газете знают в Беларуси и за ее пределами. 80 лет – это же целая жизнь. Уверен, что этот юбилей состоялся благодаря плодотворному труду коллектива и поддержке читателей. Мы вас поздравляем. Желаем вам новых горизонтов, новых статей, интересных, эксклюзивных новостей. Дорогие телезрители, «Утренний эспресс-то» движется далее, поэтому предлагаю узнать, о чем пишут газеты нашего региона. У Брестского фонарщика прибавилась работа. В самом центре города, на пересечении Советской и Держинского, открыли новый арт-объект – стилизованный фонарь МЧС «Помощь рядом». На стеле изображены номера 101, 102, 103 и 112. Это своеобразная дань единству и тесному взаимодействию служб спасения. Об этом и не только расскажет Брестский вестник. Несколько поводов нашлось у известного белоруса Алексея Талая оказаться в нашем городе. Один из них – установка памятного знака «Живая память благодарных поколений» в этом году. Место – территорию Республиканского центра патриотического воспитания молодежи Брестской крепости – определили на встрече паралимпийца с главой Бреста Сергеем Лободинским. Подробнее рассказывает газета. Ресурсный центр для обучения специалистов по социальной работе открылся в Бресте. Новый объект создан на базе территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. А началось все с успешных тренингов, что состоялись при поддержке ЮНИСЕФ осенью прошлого года. Их было 15. Обучились порядка 300 сотрудников. Кроме этого были разработаны уникальные учебные программы. Делится издание. Прошлый год для спасателей Брещины завершился с неплохими результатами. Приносят свои плоды профилактические меры. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф. Мероприятие приурочили к 25-летию образования органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Цифры и факты ищите в новом выпуске. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Дорогие телезрители, с вами «Утренний эспрессо». Мы продолжаем. Ну что же, я сейчас расскажу такую интересную информацию. Слушаем. Белорусский союз женщин совместно с одним из республиканских телеканалов готовятся к запуску второго сезона популярного реалити-шоу. И даже более того, в этот раз для участия приглашаются штукатуры-маляры, милиционеры-инспекторы по делам несовершеннолетних, продавцы Белкоп-союза, фельдшеры ФАПов и швеи в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются до 30 января 2024 года. У вас еще есть время. А чтобы вы в вашей видеовизитке получились еще выразительнее, предлагаем вашему вниманию секрет женской красоты из нашей постоянной рубрики «Красивое утро». Меня зовут Алина, я косметик пятого разряда. И сегодня мы поговорим с вами о самой трендовой процедуре этого года – карбокситерапия. Карбокситерапия была взята из нашей медицины. Наши врачи делают уколы углекислого газа в суставы спортсменам для нейропатии, лечения различных заболеваний. А эстетическая косметология пошла еще дальше. И придумала, сделала, воплотила идею карбокситерапии с помощью кремов и масок. Что происходит во время этой процедуры? Конечно, мы умываем, подготавливаем кожу клиента с помощью умывания, с помощью дополнительного очищения. Как я говорила в прошлых программах, что энзимный пилинг сейчас пользуется большой популярностью, и он будет давать хорошее дополнительное очищение. Создается активное поле из углекислого газа. И простым языком говоря, наша кожа как будто начинает задыхаться. И активно брать кислород из нашей крови. Что происходит в этот момент? Начинают активно сражаться и наши клеточки. Они активнее делятся в фибробласты, гиалуроновая кислота, коллаген, эластин. Наша кожа осветляется, наша кожа омолаживается. Поэтому это одна из трендовых процедур. Мы сейчас подготовили нашу модель и начинаем наносить маску. Наша маска уже из готового продукта. То есть совмещены кислоты и щелочь. Сейчас мы будем наносить маску и видеть с вами волшебство, которое будет происходить. Это одна из тех процедур, которые практически не имеют противопоказаний. Маску мы с вами будем выдерживать 15-20 минут. Будет происходить, как я уже сказала, волшебство, выделение углекислого газа. Клиент может чувствовать легкое покалывание, либо жжение, а может и ничего не чувствовать. Спустя 20 минут мы смываем маску и получаем красивый эффект на коже. А самое главное, что карбокситерапия будет еще работать сутки. Я верю, что смогла вас убедить, что эстетическая косметология на сегодняшний день находится на самом высоком уровне. Все самые топовые, трендовые процедуры мы берем из косметологии и медицины. Карбокситерапия – это одна из самых лучших процедур, которая дает глубокий омолаживающий эффект, паралонгированный эффект и, конечно же, красивую кожу. С вами была Алина. Желаю вам красивую и сияющую кожу. Берегите себя. Доброе утро. Кстати, Ксюша, мне сегодня снилась зеленая лужайка. Я проснулся с таким вот чувством, вот хочу огород. Хочу, чтобы у меня был свой огород. Ну, хорошо. Так, хочешь, чтобы у тебя был свой огород. У тебя есть опыт в ведении? Или, может быть, ты обладаешь какой-то теоретической базой? Как вот ты вот возьмешь, у тебя будет огород? Нет, я представляю это себе так. Я на лежаке, вокруг меня вот все растет, я беру огурец, хрущу им, довольный такой лежу. Это, конечно, фантастика. Огурец берешь. Ну что же, я себе сейчас немножечко расскажу про огурцы. Итак, дорогие телезрители, за неделю до посадки следует хорошо закалить черенки, ограничивая полив и выставляя их наружу в течение дня. Сажать огурцы из рассады рекомендуется рядами. Чуть дальше, чем при посевном методе, каждые 20-30 сантиметров. После посадки растения поливаем. Ну что, ты готов? Ну, я как-то думал, что будет все попроще. Там вот как-то семена посадил и все, оно само по себе растет. Ну, так не бывает. Так только в фантазии или, конечно же, в твоих снах. А ты знаешь, интересно, а вот дети, что бы они хотели увидеть на своем огороде, как ты считаешь? Предлагаю узнать-то в следующей рубрике «Человечки». Морковка, потому что она поележная и помогает глаз кому-то смотреть. Огурцы, помидоры. Арбузик, клубнику, малину, ежевику. Я бы там вырастила морковку, огурчик, помидорчик. Морковку, огурцы, картошку, помидоры. Огурцы? Клубнику, потому что из клубники очень многое сделать. Компот, варенье и чай из вот этих клубники. Картошку, помидор, огурец. Капуста, морковку, огурец, картошку. Я бы там вырастила клубнику, огурец, морковку. Я бы вырастил картошку, морковь, огурец, мгарский перец, арбуз и клубнику. Я хочу ягоды, например, арбуз, это ягода, малина, клубника, вежевика, обе... А, я обеиха не люблю. Точнее, голубику, чернику. Доброе утро, дорогие телезрители, и у нас новость для пинчан. Узнайте о своих правах. Профсоюзный правовой прием граждан состоится сегодня в городе Пинске. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. А также при необходимости, по желанию гражданина, для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры. На прием осуществляется предварительная запись по городскому номеру телефона 8 0 165 61 71 62. А далее в утреннем эспрессо рубрика «Правовая консультация». Доброе утро, меня зовут Олеся Теребей, я адвокат, и если у вас есть вопросы, вы можете их направить на адрес электронной почты, либо студийный вайбер, указанный на экране. И я с удовольствием отвечу на них в следующих выпусках. Какую информацию должна содержать реклама в сети интернет? В соответствии с законом о защите прав потребителей, продавец при реализации товара, в том числе с использованием рекламы в сети интернет, обязан доводить до сведения покупателей следующую информацию. Первое – это информация о фамилии, имени и отчестве продавца. Второе – это наименование товара. Третье – цена товара. Четвертое – это информация о хранении товара, либо о каких-то специфических свойствах товара. Пятое – это срок доставки товара. И шестое – цена и способы оплаты доставки товара. Относительно рекламы самозанятых лиц, здесь следует отметить, что действующее законодательство не содержит каких-либо специфичных требований, либо обязательных условий и запретов при рекламе деятельности самозанятых лиц. Поэтому самозанятые, размещающие и распространяющие рекламу о себе и своей деятельности, имеют право использовать для размещения рекламы сеть интернет, в том числе сайты других организаций, а также социальные сети. И помните, что незнание закона не освобождает от ответственности. А я, адвокат Олеси Теребей, желаю вам хорошего дня. С вами программа «Утренний эспрессо», и мы продолжаем делиться интересной информацией. Вот поделюсь с вами, дорогие телезрители, мне иногда становится так радостно и тепло на душе, когда я вижу в СМИ упоминания о земляках. Так, делись скорее. Рассказываю. В проекте «Добрая ранница Беларусь» на телеканале «Беларусь-1» продолжается повествование о представителях нашего первого региона. Действительно, стало радостнее. На самом деле, даже горжусь нашими брещанами. Ну, а кто же, кого же покажут, сейчас вам тоже расскажу. В новом выпуске проекта покажут Ольгу Головичук, продавца из Малорицкого района. Нужно обязательно посмотреть выпуск проекта и поддержать нашу землячку. Действительно, новости замечательные. Интересно, какие новости нам расскажет погода. Предлагаю посмотреть прогноз. Редактор субтитров А.Семкин Четверг – это точно прекрасный день недели. Ведь завтра уже пятница. Пусть в этот четверг все пройдет гладко и все дела будут сделаны еще до наступления пятницы. Вы справитесь на отлично со всеми делами. Пусть на этой волне успеха и везения завершится ваша неделя. А выходные порадуют новыми открытиями. Это утро вы провели в компании телеканала «Беларусь-4 Брест» программы «Утренний эспрессо» и ведущих Сене Яцинской и Ильи Дробыша. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова